так что он там всем привет привет машу вам машу здесь просто будет статическая история так что все быстренько переходите вот на это так вот здесь все идет вот здесь друзья привет привет я рада вас видеть мы начинаем прямой эфир сегодня нас будет окрашивание леонида романова бруя руля вы такого еще не видит вы знаете то что два месяца назад 8 апреля мы делали тоже прямая прямой эфир у нас на несколько прямых эфиров просто трех сторон три прямых эфира кстати друзья скажите пожалуйста слышно меня видно видно я понимаю что меня видно а слышно ли потому что мне нужно чтобы вы все четко услышали что сегодня будут очень крутые советы от леонидова романа крестики поставьте то что вы слышите чтобы я понимал знаете смотрите два месяца назад мы делали окрашивание с леонидом романов по его авторской технике сегодня также будет его авторская техника и вы увидите все тонкости я вам сейчас покажу уже навели красителем нет не навели а как навели красить рассказать что мы смешивали что мы разводили всем привет меня зовут леонид романов кто не знает да уже все знают леонид уже все знают сегодня мы будем смотреть так я тоже кристине отдам телефон то есть вы понимаете я со своей кристина со своим мастером хожу к леониду романов и собирает ей прекрасный внутреннюю базу для гармонии и знаний чтобы не все было так и есть так что мы сегодня делаем во первых сегодня у нас краситель генуа не просто так сейчас расскажу ага говоришь его девятку сюда это лориаль профессионель для сегодня вот но вот это будем красить и и это будет авторская техника леонида романова так что вы пожалуйста обратите внимание это именно то одна из техник которые он преподает и вы прямо это увидите на живом модели который разговаривает я просто разговариваю остальные не все модели разговаривают так смотри а я вам пока покажу вот здесь вот мы будем проводить эфир среди как красиво да так вот ребята лёня еще будет рисовать на голову вообще это в переводе но как бы мы пишем на русском вообще-то французское слово это туман а техника была придумана для того чтобы затемнять сегодня я выложил картинку вы на ней внимательно посмотрите волосы прежде чем были ограждены такой холодный цвет там очень похоже вообще цвет на на иртач но если вы внимательно приглядитесь то она все очень размытое не в микро такие вот полоски как а иртач она прям размыто размыто потеши можно музыку маленьчика можешь музыку нам отключить нам она мешать или чуть тише и вот сбился короче чем еще говорил почему затемнение потому что мы на рассветленные волосы сначала волосы рассветляем у нас просто еще клиенты сегодня они решили тоже пара так значит смотрите мы предварительно волосы обычно еще обесцвечиваем полностью и потом только окрашиваем в холодные там в пепельные в темные оттенки все для и поэтому такой эффект как идет какая дать но мы потом когда начали это окрашиваю дальше жизнь начала у него своя как говорится меняться у него появилось много-много разных вариаций теперь есть бруэлярд есть двойной бруэлярд мы теперь делаем его просто в окрашивание как бронг и это теперь у нас вошло у нас есть три самых быстрых коммерческих окрашивания это голливуд фойляж и бруэляр фойляж вы видели в тот раз это только в технике вэт бронг так что это три самых простых быстрых окрашивания которые занимают 2-2 с половиной часа в салоне красоты настя мы выбрали как раз таки почему бруэляр который не на затемнение а наоборот слегка на рассветление а корни на затемнение так что будет смотреть я буду вам рассказать дальше что будем делать давайте начинать да кристина отдаю тебя все ребята немножко поймут в чем фишка вообще этого окрашивания в том что вы все знаете что такое штопка и весь бруэлярд в принципе основан на штопке но почему в первую очередь был выбран и ну а ну во первых потому что и на уме на юбилей и на и на 10 лет вообще красителю и он создан на масле весь дело в том что почему я выбрал его в самом начале он не пачкал пряди которые рядом и когда я начал работать с и ну а я понял что когда я перемешиваю пряди они не пачкаются даже когда осветляющий продукт кладу в ну а что я буду использовать клеток он тоже не пачкается и не оседает на другие пряди поэтому был выбран ну а конечно потом я устала использовать на разных других красителях и в принципе тоже неплохо работает просто иногда стараюсь аккуратненько просто протягивать цвет чтобы они не пересекались научиться увидеть вот так интересно рассказал не на самом деле когда это еще еще это показываешь это рисуешь там вообще получается что-то как головоломка а еще фишка если этого окрашивания вот именно я покажу и вот на насти почему я хотел бы на этого именно вам показать потому что именно в этом я считаю фишка этого окрашивания вы будете осветлять волосы и обеспечивать у вас будет одинаковое время выдержки не будет там записали сколько там времени записали сколько здесь сколько там будет абсолютно ровная как же как на шапочку на шапочку же время выдержки одно в этом-то фишка шапочки все выбрала продукт нанесла она равномерно в одно время осветлилась все смыло здесь почти то же самое но самое главное запомните все у нас всегда особенно это касается коммерческой истории в это окрашивание и в любое другое фишка этого окрашивания это конечно в корне на корне мы всегда используем 90 грамм красителя всегда не вы мы не все используем сразу 90 грамм обычно на корни у вас уходит где-то 60 грамм 30 остается на дальнейшую историю у меня здесь сразу скажу не 90 у меня меньше просто я крашу мне хватает немного красителя другим мастерам может на самом деле как вот не хватите 90 но это неправильно если вы использовали больше чем 90 просто перевели продукт в данном случае просто я крашу быстро мне как-то могу конечно и 30 грамм покрасить правильно это или нет конечно конечно технологии сказать что это неправильно вот но я хочу сказать если у меня есть клиенты кому хватает пол тюбика краски зачем мне использовать его весь и у нас нет такого что клиент заплатил за пол тюбика краски или за те у нас клиент платит за услугу у нас не планира ни по ей 20 грамм положили 40 грамм он положили мне 1 грамм а платить совершено одинаковый thinker потому что я так смог, а другой так не сможет. А возможно, кто-то сможет и вести грамм. Это, конечно, вряд ли. Нужны еще полотенца, ребят. А у тебя что? А у меня я тоже смотрю. Потому что я буду вопросы читать. Когда пойдут вопросы. Мы, конечно, так готовились, так готовились, ребята, что, как и единственное, не забыли. Не нашли ни маркеры, ни хвостик. Да, здесь идет прямой фиг. Который ты загородила? Да, который я своим медицинским халатиком загородила. Знаешь, ну, в принципе, он там записывается, самое главное. Давай мы его либо сюда его передвинем. Да, наверное, лучше туда. Это надо все целиком эту штуку. Друзья, расскажите, из каких вы городов нас смотрите. Потому что я знаю, что мне в директе сегодня написало вчера еще. Огромное количество парикмахеров говорили, мы специально хотим посмотреть Леонида Романовна. Мы будильник будем ставить. Мы отменяем запись для того, чтобы увидеть, как этот великий человек Пятигорск, Москва. Да, давайте. Москва рядом с нами, да? Ростов-на-Дону, Омск, Екатеринбург, Москва, Кызылорда, Казахстан, Вена, Адыгея, Казахстан, Алматы, Кемеров, Иркутск, Харьков, Казахстан, Актобе, Прага, Харьков, Нижний Новгород, Харьков, Украина, залу Коаже, Харьков, Алматы, Пермь. Любимый идет такой, а-а-а-а. С пакетиком с пакетиком с пакетиком. Привет! Привет, привет! Привет! Куча поцелуев. Киев. Кузбасс, боже мой, ребят, как вас много. Ничего себе, как здорово. Так, ну мы сегодня научимся. Мариуполь, Ереван. Так, еще кто у нас там? Люня, надо на Украину ехать, мне кажется. Надо, надо, ребята. Если кто-то хочет организовать мой мастер-класс где-нибудь, пишите в директ, либо мне, либо Насте. Настя мне передаст. Вот, и мы организуем в вашем городе мастер-класс. Тюмень к нам присоединилась. Ой, здорово. Тюмень не Юля случайно? Лидия, Беларусь, Бали. А Беларусь у нас сорвалась. Да ты что? Да, они не смогли дособрать группу, но планируют на осень. Так что, возможно, осенью будет. Так, вопрос такой, это уже было, задает девушка? Нет, этого не было. Был фуэляж. Если им интересно, пусть посмотрит наш предыдущий пост. Настя там все выкладывала. Да, я прям рецепт для вас выложила, чтобы вы понимали, что мы делали. Что было? Леня, огромный привет тебе. Привет, привет, а кто это у нас? От Капшар, да, Ковскул. А у нас там никто ничего не спрашивает? Поговори с ними. Поговорите с Севой. Телефон движет Сева. Сева пока встречается. Он страшно присняется, но он хочет с вами поговорить. Так, вопрос такой, уже отросло или новая окрашена? А, значит, я думаю, что парикмахер Настя сейчас расскажет, что было еще после нас. Расскажи. Да, после нас здесь было просто окрашивание корней безомячным красителем Матрикс. И немного прошлись прозрачным красителем для того, чтобы немножечко подзаполнить наши уже на тот момент пустые волосы. Все-таки было осветление, и за волосами нужно иногда тоже так ухаживать. Я не стала класть никакой пигмент для того, чтобы Леонид не портить в будущем работу и не мешать лишними пигментами воздействию нового красителя, на котором сейчас Леонид работает. Ну, на самом деле, ребят, многие, особенно касаемо нас, парикмахеров, к нам клиенты ходят часто, бывает и не только к нам, и гуляют по другим салонам. Поэтому, я думаю, что вы уже привыкли, когда к вам приходит клиент уже с другим красителем. Здесь ничего такого нету. Мы, конечно, себя ругаем, говорим клиентам, так нельзя, только к нам, красится только у нас. Ребят, ну, сейчас такое время, что клиент выбирает сам, куда ему ходить, где ему нравится. Он пока облуждал, потом к вам вернулся. Ничего страшного, пусть гуляет. Главное, чтобы мы сами знали грамотно, что потом делать с ним. Так, ну, чтобы, давайте, если хотите, задавайте нам вопросы, потому что сейчас я, по крайней мере... Вопросы. 90 грамм это на корни? Нет, нет, я уже говорил, что всего у вас должно быть в красителе 90 грамм в креманке. На корни обычно, по классике, уходит 60 грамм, мне хватит и меньше. Просто у меня здесь вообще 70, 70, да? Да. Вот, рецепт, в общем, чуть позже, в принципе, лежат здесь красители, которые мы использовали. Это 5,17, 4,3, 4,8, на 3% оксиданте, потому что я планирую затемнять и не поднимать уровень. Вот. Так что пока я просто крашу корни, и чтобы вам было не скучно, давайте поболтаем. Давай, Настя, поспрашиваю. Давай поболтаем. Друзья, какой коктейль вы наносите на корни? Мы вот как раз сейчас показали. То есть из трех красителей? Из трех красителей. И ну, а на 3%. Такие пропорции мы выложим опять, выложим, напишем, все. Рецепт вам напишет. Как называется окрашивание опять? Бру и лярд. Это окрашивание. Окрашивание называется бру и лярд. Это французское слово. В переводе оно туман. А вы поймете, почему туман? Ну, чаще всего, оно же, помните, я вам рассказал предысторию. Кто не видел еще начало, я рассказал предысторию, как оно было придумано. Оно было придумано нами на затемнение после обесцвечивания полностью волос. Поэтому мы искали слово, когда посмотрели, как получилось, получилось такое, как в волосе, как в тумане. Поэтому и назвали так это окрашивание. А потом это окрашивание стало меняться внутри. То есть мы поняли, что в такой технике мы можем очень много-много-много чего создать. И поэтому оно пошло дальше жить. Скоро именно это окрашивание, мы переводим, оно у нас выбывает из секретов бронт и становится полноценным мастер-классом БРО и ЛЯРД. Потому что оно очень большое, емкое. И оказалось, что даже те, кто приходит к нам учиться, хочу, кстати, пользуясь случаем с Настейным эфиром, расскажу, что у нас 17-18 июля в Москве в Академии у нас мастер-класс «Секреты бронт». Пока еще в последний раз мы его делаем в таком большом, как говорится, насыщенном количестве техник. Там будет 16 техник. И после этого мы его дробим, и все, и больше он не будет таким большим. Будет только по 3 техники. Академия – это лореаль, правильно? В Академии лореаль будешь? В Академии лореаль, да. Так что, друзья, записывайтесь, если вы хотите попасть. Во-первых, красивая Академия лореаль, а во-вторых, любимого Леониду Романову. Вопрос такой, 4-8, это какой цвет, девушка, ставит? Это, ну, четверка, понятно, что это темный цвет. Не черный, конечно, такой темно-темно-коричневый. Восьмерка в лореаль – это шоколадный, это мокко, коричневый. Тройка – это золотой, а 5 – 17. Я его очень люблю, это просто очень-очень холодный. Семерка – это получается, что у нас там, коричневый. Коричневый. А единица – это у нас пепел, такой пепельно-коричневый. И мы добавили туда еще немножко мокро. Каким цветом я в итоге буду? Красивым. Кстати, знаете, у меня все, когда клиенты спрашивают, какая я буду? Давайте посмотрите, какая я буду? Будешь красивой. Ну что же вы будете ее уродливой делать? Красивой. Короче, мы с вами увидим, какая я буду красивой. Тем более, она не выгодна, а мужчина сидит некрасивая. Это же будет видеть вся Россия, и не только Россия. Не только Россия, да. И каждый день будут видеть. Это я вам помню, я рассказывал историю про Камчатку. Нет, не рассказывал. Я забыла, наверное, рассказывал. Я приехал впервые на Камчатку с мастер-классом. Еще тогда он был, назывался не секрет, и бронх, назывался «Техники мелирования». Так как вы думаете, что все понимаете, что все рассветления – это, в принципе, и так техники мелирования. Поэтому он раньше так и назывался. Сейчас, кстати, кто-то у меня это слово уже взял, кто-то его использует. Это называется «Техники мелирования». Вот. И я впервые этот отработал там неделю, уехал. Все прекрасно, все хорошо. А на следующий год организаторы начали опять собирать народ. И такие, оп, сложности. Не могут собрать народ. Почему? Оказывается, я всем моделям в тот раз сжег волосы. Это слушай внимательно. Легенда такая, сам желтый. Все его модели были желтые. И мы даже ржем. У нас уже есть прикол. Когда я кому-нибудь говорю, да, привет, я желтый. С моей модели желтые. Это пошло именно с Камчатки. Потому что некоторые мастера, которые не были на мастер-классе, начали рассказывать такие вот небылицы, что я всех красил. Понимаете, во-первых, всех сделал желтым. Я красил на 12% оксиданте. И все почему-то решили, мастера, что я всем изуродовал волосы. Что я не знаю понятия, что такое вообще 12% оксид. Мы сами видели на том окрашивании, что мы так работаем. Ничего у тебя не отвалилось? Ничего? Нет, нет, все нормально. На самом деле, все модели, которые были у меня на первом мастер-классе, они у меня были все и на втором. Модель, то есть они бы не пришли ко мне, если бы я им спривался. Все модели, было все хорошо. Это просто сплетни, а ими полнится, как говорится, страна, легенды. Нашлись взрослые мастера. Вам привет тем, которые считают, что я желтый сам. И все мои модели желтые. Я надеюсь, что вы посмотрите этот прямой эфир, и вам будет стыдно. Но на самом деле, я никогда не боюсь таких... Я разрушаю все эти легенды, все эти небылицы. Так что, Камчатка, привет! Скоро к вам все равно приеду. И всех перекрашу. И всех перекрашу в желтый. В желтый, да? Мой любимый. Мой любимый цвет. На самом деле, мне просто правда не идут холодные волосы. Я люблю теплые, золотистые волосы на себе. Мне не очень люблю серые, потому что они мне не подходят. Посмотрите, такой толстенький, розово-щекий, красномордый мальчишка. Куда мне серые волосы? Такой хорючий. Листочек не хватает. Ты не желтый, ты солнечный. Вот, очень верно. Скоро приеду опять на Камчатку. И всех перекрашу в солнечный. На самом деле, у нас есть очень легендарный красивый кадр, который прошел в РХДА, где волосы сине-зеленые. Это мы делали там, на Камчатке. Это очень была красивая работа, на Юлечке. Вот, девочка дала свои волосы, такие длинные, красивые. Мы их полностью обесцветили красиво, ну, рассветлили красиво, потом закрасили в эти сине-зеленые цвета. Она вошла в номинацию «Колорист года». Но потом ее нашли организаторы, где-то там, что уже проскользнуло кадр, этот проскользнул когда-то, и ее сняли в номинацию. И я с этой работой стал дисквалификацией года. Вот, спасибо им огромное, кстати, РХДА, что они меня поставили в эту дисквалификацию. И каждый, кому не лень, всем было интересно посмотреть, кого дисквалифицировали, и все заходили на меня и подписывались. Отлично. Спасибо. Вот тоже девушка пишет, Леня, ты желтый на моем экране. Вот, и здесь я что-то умею. Но цветопередача, да, цветопередача вообще-то разная, и нужно смотреть вживую, поэтому нужно приезжать и смотреть на Леню вживую. У меня и борода у тебя желтая, а ты вообще оранжевая, посмотри. Да, кстати. А мне говорят, девушка у вас такая рыжая. Рыжая, да, да, да. Да, почему-то про меня говорят, что я рыженькая. Да, да, да. А что ты же хотела сказать? Брюнетка, да я всегда брюнетка, я в душе брюнетка. Не, не, сегодня мы ее подтемним, а концы и подсветлим. Посмотрите, вот это будет. Леня сказал, сделает из меня Моника Белуччи, да, Леня? Нет. Нет? Ну, классно. У тебя будут корни, Моника Белуччи. Только корни от Моники Белуччи. Да, да, да. Ну, тоже хорошо. Так, ну что, ребят, я окрасил корни. Делю на четыре части. Не имеет значения, где пробор, абсолютно. Процентное соотношение прядей выбирайте сами. Можно делать 25 на 25, 50 на 50. Ну, 75 вы вряд ли сделаете. Если вы сделаете 75 на 75, у вас получится один тон. И это будет не очень красиво. Поэтому все-таки 25 на 25, либо 50 на 50. Сейчас покажу. Вот, девушка с хорошей цветопередачной телефоне пишет, что очень красивый песочный цвет. Никакого желтого. Да, очень красивый, да, у меня цвет. Причем на мне, мы используем наши маски, мы их сами делаем. И на мне маска номер 8. Ленечка, я прям поближе. Маска номер 8, которая наоборот внутри, она вся насыщена красным и желтым пигментом. Красота. Я специально еще делаю. Кстати, а здесь, ребят, у меня окрашивание выполнено на контуринге, на зоне А, а на зоне Б меня еще не успели покрасить. Так что меня скоро еще покрасит. Мы разделяем. У нас философия. Кто попадет на секреты бронда или кто уже был. У нас философия этого мастер-класса. Мы можем не красить на салоне всю голову клиенту. Можем только зону. Вопрос такой. Какую технику перекладывания волос используют, чтобы получить плавный переход и не запачкать волосы? Эту. Вот эту. Так, я просто красиво подготавливаю свою площадку для того, чтобы мне было очень красиво работать. Давай, наверное, я поверну Настю к тебе. Ты прям в угол залазь. Так, Женечка, подвинь сюда нам. Нормально? Видно? Так, лучше? Отлично. Не отсвечивает? Может, Настю чуть-чуть туда подвинем? Меня в угол с детства не ставили. Тебя в угол с детства не ставили? Я буду первым мужчиной, который поставил тебя в угол. Сегодня мужу расскажу. Поехали. Еще очень часто рассказываю, ребят, про то, что у нас существует очень тонкий висок. Не у всех он такой тонкий. У кого-то бывает гуще, но чаще всего в России он все-таки тонкий. Поэтому, прочесываем. Ребята, самое главное, вы должны быть еще, помните, всегда еще раз говорю, полотенце все должно быть рядом. И должна быть еще чистая расческа, любая. Для чего? Вам нужно быстро расчесывать эти волосы, чтобы они были прочесаны хорошо. Если, когда вы будете прочесывать, если это еще блондинка, не в этом случае, потому что в случае с Настей, я согласился на эту технику, пока с Настей говорю, это очень будет быстро. Я сам говорю, это будет быстро, комфортно и легко. Приходим и все сделаем. Здесь вы можете не увидеть пятен, но если она будет блондинка, и если, не дай бог, вы вот так шли и остановились, здесь будет пятно. Поэтому, когда вы прочесываете, нужно сделать так раз и все, чтобы у вас не было даже никаких пятен. Я выбираю штопку, все-таки в случае Насте, 25 на 25. Что такое 25 на 25? Это крупные широкие пряди. Даже иногда это выглядит просто вот так. 50 на 50. Это так. Ну, в нашем понимании. Понятно? Светлую к лицу, крупную и вверх. Значит, те пряди, которые будут у меня отвечать за светлый оттенок, я двумя пальцами прижимаю и врастираю краситель. Кладу эту прядь, я растираю краситель, добавляю его еще. Вот та краска, которая вам нужна была лишняя. И начинаю его продвигать, но концы сантиметров там 5 не трогаю. Когда вы научитесь это делать быстро, у вас это будет прям хаотично. Пропоры 2-3 сантиметра. Я сейчас буду вам показывать, вы сейчас еще устанете от того, чтобы делать то же самое, одно и то же. Тут вопрос, как вы относитесь к стимподу. К стимподу? Да. Хорошо отношусь. У меня очень любят ребята его в салоне. Я не успеваю с ним работать, хотя я его очень люблю. Не успеваю, потому что очень много клиентов. И у нас в последнее время для всех, опять же, по философии секретов брон, у нас есть 2 фирменные укладки. Потому что только они продают, окрашивая в инстаграм. С другими укладками вы не можете правильно преподнести окрашивание. Я просто вам стопудов это говорю, что да. Сегодня я попробую, сегодня Настю хочу накрутить немножко, просто чуть-чуть поиначе, а так, конечно, я все покажу. Корневая зона, прикорневая, корневин. Корневун какой. Корневин. Так, Алексей, вы там что снимаете? Подгляд? Нас поставили подсушить, а вы еще подглядываете. На самом деле, ребят, это хит. Его полюбили просто, я уже прокатал за 2 года секреты брон по городам России. Его просто многие обожают. Хотя у меня в салоне, ребята, когда начинают первый раз, это целые небылицы, целые истории просто. Ну, как бы лицы, небылицы. Когда мастера просто, вот, ты вчера делал, ну, ты часть, нет, ты вчера делал все-таки Голливуд. И для ребят, когда они, ну, зато тебя вчера удивил фуэляж, да? Это красная техника, которую мы делали в тот раз. Он вчера говорит, мне, говорит, открывается мир по-новому. Как такое может быть? Ну, вот так бывает. Так, ребят, посмотрите внимательно. Смотрите, у меня вот здесь будет светлый цвет. Нет, он будет вот здесь. Я это уже примерно знаю. Видите, эта прядь падает на него. Если я подхвачу и выведу его светлый цвет, то будет большое светлое пятно. Поэтому, когда вы такое видите, вы понимаете, да, что здесь должна быть все-таки прядь темная. Поэтому мы ее забираем вверх. Ну, это не всегда, это у каждого индивидуально может быть, ребят. Растягиваю краситель. Вопрос такой, одну прядь закрасить, а вторую просто отпустить? Не совсем, не совсем. Давайте еще раз внимательно посмотрите. Я растягиваю краситель у корней. Добавляю еще краситель. Посмотрите, я не дорожу его до конца. Это очень важно, ребят. Потом вы это поймете в целом рисунке. Оставляем концы светлыми. А здесь оставляем, получается, всю длину, не трогаем. Так, руки я вытираю, потому что не трогаем волосы. Настенько, мы тебя повернем. Если волосы темно-коричневые, можно без осветления? Да. Мы называем... Раньше у нас ребята начали путаться от того, что такое классический бруэляр. И мы выяснили, что классический бруэляр для меня, все-таки, и моих ребят, это вот он уже готов. Существует... Мы называем еще двойной. Но это когда мы еще берем и дробим какую-то из этих прядей, еще делаем штопку. Но потом только выяснили в салоне, что все-таки бруэляр в классике, это когда всегда мы закрашиваем эти концы. Возьмите прозрачный краситель и все равно нанесите его на эту длину. Покройте эти волосы чем-нибудь. Не жалеете, как бы, и красителя, ничего, и времени. Необходимо закрыть эти волосы чем-нибудь все равно. Так он выглядит именно в классическом варианте. Этот же краситель добавляется, что и на корне? Да. Это... Работаем одной смесью пока. Работает одна смесь, состоящая из трех цветов. Нюанс. Так. Попотоляю еще раз. Височек тоненький. Насте с ним еще жить и жить. Радовать вас этим виском. Да, виском, да. Надеюсь, не только этим. Поэтому их нужно сохранить, чтобы они были красивые. Тяжелые, роскошные. И вообще я понял, что, ребят, надо мастер-классы мне делить. Я сейчас наделаю много-много маленьких мастер-классов. Единственное, что по городам, когда я езжу, это сложнее. Но в Москве я буду сейчас разговаривать с Академией Лореаль. И я буду запускать маленькие мастер-классы, которые могут занимать один день без отработки, с демо. Где у меня все знают, что у меня на мастер-классах отработка идет и в первый день сразу. Все у меня пашут всегда. Вот, кстати, вопрос хороший. Проборы диагональны? Да. Да. Делали прямые, ничего страшного. Но я люблю диагональные все-таки. Мне кажется, может, музыку чуть-чуть включим, да? Ой, Настенька, думаю, что многие хотели бы быть на вашем месте. Это точно. Да. Это точно не потому, что я такой самолюбленный, а потому что, правда, у нас, к сожалению, многие просто не попадают в клиенты. И они сейчас думают, вот зараза, я ему деньги тащу, а он тут устроил прямой эфир. Съемки, да? Дождаться не можем его. А он тут... Вы знаете, у меня получается, что август и сентябрь получился очень такой насыщенный два месяца, что у меня практически нет клиентских дней. Я практически не появляюсь в салоне, да. Практически. У меня отпуск и Париж. И поездки по городам. Сейчас, кстати, хочу вам рассказать еще один момент. Пока еще не успела Лореаль это запустить, я вам расскажу, будете первые это узнаете. Лореаль запускает новую историю. Лореальчик будет искать своих топовых звезд, новых. Поэтому, если вы хотите стать творческим партнером Лореаль Профессионель, суперстар-звездой Лореаль Профессионель, то скоро будет запуск, придумывается название, мы будем искать новых талантов. Для этого необходимо будет участвовать в конкурсе, не в Color Trophy. Вы приходите, там у вас будет задание, вы делаете модель, и я с Иванием Ивановым, это наш молодой творческий партнер, мы с ним будем выбирать лучших. А на следующий день будет большущий мастер-класс для них, для всех. От нас с вами мы готовим. А я приду, посмотрю эту сумму, супер. Друзья, я сниму для вас это. Это, правда, ближайший, это будет аж, по-моему, август, конечно. Леш, август? А творческим партнером можно стать с любого города России или только из Москвы? Да, с любого. Ага. Со всей России. Можно даже... В Краснодаре. В Краснодаре, вы знаете, ребята, сегодня как-нибудь попаду, очень хочу, очень хочу, если есть возможность, организовывайте сами. Лореаль меня не привозит туда. Там, видимо, своих у вас очень много. Своих творческих, прекрасных людей. Поэтому либо приезжайте к нам в Москву, либо сами организовывайте. Мы только за. Так, 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 так. Леонид, откуда, в каком городе вы сейчас? Я сейчас в Москве. Вместе с Настюхой и Кристиной сидим в центре города на Новослободской у депо. Леонид, а откуда ты? А я родом из Крыма, с солнечного, прекрасного города Симферополь. В Москве я уже 13 лет. Поэтому у меня солнечные волосы. Да, кстати. Все взаимосвязано. Это точно. Вопрос такой. В Красноярске, кстати, я буду. Буду, да. Только у меня такое ощущение, что меня туда пригласили для какого-то салона, если я не ошибаюсь. Бывает, ребят, что меня приглашают в какой-то салон, консеть, и они закрывают какой-то день, и я просто учу сотрудников. Привет, привет. Вопрос такой. Это конкурс от Лориаль только для россиян. Девушка живет во Франции. Да вы что? Да. Слушай, ну, это будет прикольно, что будет... Ты сама русская, правильно понимаю? Да, русская девушка. будет творческим партнером, живущая во Франции. В Канна, между прочим, живет в Канна. Я только за. Приезжай. Тебе нужно будет приехать, привезти с собой модель, ее нужно будет идеально одеть. Ты должна будет... Это как колор-трофи. Идеальный образ. Условия все будут написаны. Ты можешь спросить, либо если ты как бы через Настю, можешь мне в директ написать. И я расскажу об условиях конкурса. Чуть-чуть позже. Просто знайте, что это сейчас начнется. И у вас есть возможность. Почему нет? Я думаю, что да. Так, так же по диагонали. А маечка наша закончила? Да. Давайте уже сюда маечку. Сева, тебе там хорошо видно? Да? А может быть... Нет, ты видишь, там никто не видит, что мы там что-то делаем. А что ты не машешь? В смысле, помахал им, помахал. Дождь, ты перевернул так всем? Привет! И все, ушел. Не надо смотреть, ничего. Там просто... Если кто-то хочет, я бы сказал, что сделает из меня звезду, а вы будете смотреть. А вы будете свидетелями этого. Да. Ребята, на кого похожа Настя? Кстати, я всегда делаю ассоциацию с какой-нибудь звездой. Вот сегодня я сказал... Нет. Я сегодня сказал, что Кристина больше похожа на Мунику Белуччи в плане волос, там, типажа. Ребята, на кого вы считаете похожа Настя? Прямо интересно, на какую кинозвезду? Может быть, на музыкальную звезду? Анилорок. Не могу тебе найти этот. Посмотрите, это Анилорок. Подсветы волос на сегодняшний день точно, да, подходит. Сейчас все подкрасимся. А еще? Не томи, давай, говори. Давайте. Я вот не знаю, я вот судьба. Леня ждет от телезрителей. Я жду от вас ответ, ребята. подскажите мне. Так, вопрос такой, пряди между собой не пачкаются, пряди не будут, если это будет блондинка. Вот, сейчас вы все это, ребята, увидите. Терпение. Я, если вы только недавно подключились, я уже рассказал в том фишке еще, что мне нравится, что это окрашивание, при этом окрашивание у вас рассветление или обесцвечивание происходит равномерно. Еще, какого результата мы добьемся, применяя эту технику? Красивых, плавных переходов. Кэти Перри, Настя. Да ладно, ничего себе. Кэти Перри? Кэти Перри у нас Сашка. Чего? Что пишут? Сашка? А, да, Сашка Кэти Перри. Красавица. А, это Красавица? Это за Пентакт. Мне для тебя эта мама ягод красивая. Там пишет один красивый мужчина спрашивает, что это за Красавица. Отлично. Вот такая у нас есть Настенька, ты можешь подписаться на нее, на мой приключение. Обязательно подписывайся. Модель не видна. Так, покажи ей лицо, не стесняйся. Модель везде. Кэти Винслайд. Кэти Винслайд. Кэти Винслайд? Кэти Винслайд. За счет кругленьких таких вот здесь вот частей счетчиков. Да? Да, у нее тоже есть такая фишка у Кэти Винслайд. Да, точно. Что-то есть, соглашусь. Ничего себе. Сейчас погуглю. Да. Все посмотрю. Ну, Кэти Винслайд, кстати, ребята, Кэти Винслайд же прям типичная, типичная блонда. Вот. Она редко бывает даже брондой. Кэти Винслайд. Пишут, это один тон. Сейчас это один тон, но скоро это один тон, созданный из трех нюансов. Сейчас еще будет клир. Сейчас вам расскажу, как у нас работает иноуаклир. Ева Лангоря. Вот я хочу. Точно. Хочу. Точно. Соглашусь больше, что Ева Лангоря, да. А она типичная бронда. То, что и ты, и есть. Это как прям... Так, ребят, вот эта вот зона, вот эта вот зона, ребят, покажите вот эту зону, она у нас всегда очень важная. Вот эта. Как и в прошлом. Да, во всех, всегда. Она отвечает, как волосы рассыпаются. Вот как вы ее сделаете, вот так вот у вас будет пятно, либо ляпка, либо полоска, либо что-то еще. Вот. Хорошо, что вы не на мастер-классе, который вот не в прямом филе. Так, ребята, хорошо прочесываем эту зону. Вы можете ее растянуть чуть больше, чем все остальные, притемнить прям. Вот так. И здесь можете сделать, вот именно только в этой зоне, помнишь, как вчера, помнишь, я говорил именно про эту зону? Здесь можете помельчить, но сюда оставляем больше темных. То, что светленькое будет, убираем в сторону, вот, их поменьше. Это 3 сейчас. Вот он. 3%. Вот вопрос такой, а каких переходов, если длина и корни одного тона? Ну, мы же пропускаем. Миленькая, ты видишь прятки вообще? Посмотри-ка, а ну-ка, поближе ей, что там целая. Если бы у нас был бы один тон, мы бы, наверное, сейчас просто ее замазали одним тоном. Не выбирали бы прятки, не делали бы что-то. Я стою сейчас и занимаюсь ахинеей, а потом у меня будет один тон. Да, может быть, это, кстати, в начале, помните, я сказал, что если сделать 75 на 75, получится один тон визуально, но ростик будет все равно красивый. Ребят, просто немножечко повнимательнее следите за нашим маэстро. Смотрите внимательно, ребят, давайте вот так. Я обожаю брать вот это вот все и показывать, как это выглядит. Вот эти пряди будут другого цвета. Если хотим, чтобы было посветлее, можно и наоборот? Нет, да дождитесь, ну что же вы такие, как и я, не терпяшки. Вот я не могу смотреть, вы знаете, ребят, меня недавно пригласили на мастер-класс, на котором присутствовала Настенька, и сегодня я могу кое-что рассказать. На самом деле, ребят, приехал у нас в Москве, я думаю, что в каких-либо других городах есть салоны под названием Забыл. Ну ты не говори. Забыл. Не, ну почему это? Нет, ничего плохого, что я не буду говорить, мне же все понравилось. Вот. Не помнишь название? Мозерфея, да? Да. Как правильно? Мозерфея? Да, что-то такое. Ну, короче, ребят, это приехали французы. Вот я, да, и они, знаете, у него была такая презентация, он говорил, 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 вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, и вот, вот, два часа уже прошло, и он так, один срез, оп, и я такой, вау! вау! Вау!